Вечный огонь осветит вам путь. Открывай! А ты кто? И чего здесь хочешь? Присмотрись ко мне, что ты видишь? Желтые земки, два меча. Видится мне, что ты мутант-убийца. Я слышал, что это подходящее место для страхолюдов. Это ты верно слышал. Знаешь пароль? Ходишь даром. Не знаешь? Платишь налог на нашу рощицу. Старая чушка плодила под свинков. Добро пожаловать в нашу рощу, брат. Добро пожаловать в нашу рощу. Что тебя беспокоит? Я на один глаз не вижу, господин. Тихо, мазра! Благодарю, господин. Истина. Чудо. Как тебя отблагодарить? Убеди сброд из городского совета, что чары нужны не из прихоти. Они необходимы. Так не послушают. Они менги боятся. В таком случае, перейдут. Пускай сует башку в пламя вечного огня. Теперь дайте мне отдохнуть. Дай меня! Дай меня! Смотри, что я нашел, мама. Какое красивое ожерелье. Откуда оно? На земле валялось. Вот я и взял. Врешь прямо в глаза, как твой отец. Из тебя выйдет толк. Теперь иди. Маме надо влажаться перед работой. Маме надо влажаться перед работой. Маме надо влажаться перед работой. Они меня отправят на костер. Чё-та хабара никакого нормального нету. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Да ты мудрец Когда-нибудь так называемый Вольный город Новиград Действительно станет Вольным городом Чтобы это получилось Здесь нужно изжить предрассудки Трындеж Про святость вечного огня Хорош для детей Видно не только для них Во время казни Вся толпа ликовала Чернь всегда любила смрад Паленого человеческого мяса Но когда-нибудь люди поймут Что вечный огонь Нужен только затем Чтобы держать их в руках Это место Называют гнилой рощей А прогнил Сам Новиград Добро пожаловать В последний оплот благоразумия Я рад Что человек вроде тебя Попал в наш город Потому что однажды Он станет нашим, Геральт Попомни мои слова Вашим? Ну, скажем так Моим И моих друзей Но это уже совсем другая история А сейчас я оставляю вас одних Потому что вижу, что Именно этого вам и нужно У меня масса дел в городе Я с удовольствием к тебе присоединюсь Что у тебя с ним за удовольствием? Он тебя использует? Скорее помогает мне выжить Если бы полгода тому назад Мне сказали, что Трис Мери Гольд Пойдет на службу Новиградскому королю нищих Я бы не поверил Госпожа Чародейка Вы прекрасны Как всегда Жаль расставаться Я скоро вернусь Я так понимаю Ты в Новиграде по важным делам? Более чем важно Я кое-кого ищу И кого же? Девушку, которая мне как дочь Она? Здесь? Это невозможно Есть доказательства Я надеялся, ты что-то знаешь Ты здесь уже довольно давно Помоги мне найти хоть какой-то след Хоть что-нибудь Я сделаю все, что смогу Надо подумать Кто может что-нибудь знать Ты будешь отлично выглядеть Привет умник Помнишь я просила кое-какие ингредиенты Получилось достать? Вроде как Но возникли некоторые Я бы сказал Осложнения Значит так Иду я с мешком вдоль канала Смотрю А тут прямо навстречу Мне выходит трое Из храмовой стражи К делу У нас нет времени А я знаю, что ты любишь болтать Погоди У меня полный мешок магикалий А эти идут прямо на меня Я вообще по натуре не пугливый Но тут у меня просто жопа вспотела У меня не было выбора Я кинул мешок в воду И сказал, что это дохлый кошак Не поверишь, но мне поверили Надо найти этот мешок, умник У меня заказ Так он небось на дне Повезло еще, что он утонул Так что поищи Думаю, он найдет Предлагаешь мне заплатить? А потом нырять в ледяной вонючей воде? Где ты выбросил сверток? Рядом с журавлем У второго мостика от порта Не ожидала такого самопожертвования Я все равно хотел освежиться Пойдем Стойте Слышите? Это за нами пришли И раскололся он только Когда я стал припекать ему пятки У каждого есть свое слабое место Я как-то мага допрашивал Который не чувствовал боли Ну совсем Я и ногти рвал И яйца ему защемил И ничего А потом оказалось Что он боится щекот Я положил ему жука на живот И прикрыл кружкой Так он чуть с ума не сошел В этот раз нам повезло Но выходите-ка лучше каналами Через подвал Береги себя умник В этот раз нам повезло Но выходите-ка лучше каналами Через подвал Что полагает Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну как? Нашёл? Или промок понапрасну? Как это понапрасну? Я люблю, знаешь, иногда поплавать в канале. Я встретил пару рыб, ржавые якори, обломки лодки. А, и вот ещё что. Мой свёрток. Вроде ничего не промокло. Ты очень мил. Так, барахлишко-то продать надо. Теперь никто не сможет себя не смазать. Меня кто-то использовал? Я. Я никогда так не считал. Нам надо спешить. Что-нибудь наточить? Покажи мне. Прощай. Очередной прибыл. А, привет тебе, чародейка. Привет, Брандон. Не ожидал, что ты придёшь ни одна. Трис, ты говорила этому человеку, что ты чародейка? Конечно. Когда она искала работу, то с этого и начала. Трис, ты что? Это-то, конечно, неосторожно, но в Новиграде большая конкуренция. Если бы я называлась обычным крысоловом, никто бы меня не нанял. Прежде всего, никто бы не поверил, что такая очаровательная женщина занимается травлей грызунов. Ну, хватит разговоров. За работу. Трис, ты обговорила с господином Брандоном финансовые условия? Мы договорились на 300 крон. Брандон и компания — серьёзная фирма. У меня самые большие склады зерна. Мне не слишком нравится, когда купец прибегает к грубой лесте до окончания работы. Это не лесть. Я констатирую факты. Я тоже. Тебе придётся заплатить ей вперёд. Боюсь, это невозможно. Тогда сам гоняй своих крыс. Теперь понимаю, зачем она тебя взяла. Ладно, вот вам 300 новиградских крон. Знак моего доверия. Надо разложить эти кристаллы по всему складу. Везде, где найдёшь хоть какие-то следы крыс. Я займусь одной половиной комнаты, а ты другой. Ищи любые следы крыс. Я понимаю следы мантикоры, но следы крыс... Я бы тоже предпочла сейчас сидеть в Королевском Совете. Но моего короля убили. Ищи щели. Выходы. Так, мы расставим ладан, а что потом? Я наложу заклятие, и крысы уйдут. А можно не рассовывать этот ладан? Что-то мне не хочется искать крысиный помёт. Не ной. Я всё. Тогда готовься к магическим фермерам. Сейчас я подожду ладан, и у нас будет минута поговорить. Да. Да. Теперь подождём, пока они вылезут. Интересный способ. Раньше мне с крысами не везло. Как-то я хотел похвастаться ведьмачьими рефлексами, и в темноте убил одну вилкой. Нет, я попал, действительно попал. Только вот никто этого не заметил. Для них было слишком темно. Ха-ха-ха, ну так как тебе моё житьё бытьё? Я проделала немалый путь от советницы короля Тимири до Крысолова. Я просто очень рад, что вижу тебя живой, здоровой и... Смиревшейся. Я знал одного человека, который насмехался надо всем, даже над бедами. Здравый подход. Думаю, он дожил до глубокой старости. Когда в битве он потерял обе ноги, то сказал, что так даже лучше. Что они больше не будут болеть. Прекрасно понимаю этого человека. Я знаю. Только он обманывал сам себя. А у него был выход? Все иногда врут. Но обманывать себя, значит, бежать в никуда, в пустоту. Иногда нужно бежать. Просто чтобы забыть. Твой приятель мог бы думать о своих ногах. Только от мыслей новые бы у него не выросли. Ну, расскажи, как там Йен? Откуда ты знаешь, что я ее нашел? Ты не ответил на мой вопрос. Как дела у Йен? У меня все в порядке? Это хорошо. А что именно тебя интересует? Не важно. Я уже все поняла. Ну вот, пожалуйста. Наши голубки воркуют вместо того, чтобы работать. Работа сделана. Геральт, это... Я знаю, кто этот рис. Мои друзья попросили, чтобы я их уведомил, если вдруг наткнусь на какую-нибудь чародейку. Я не смог им отказать. Это ловушка. Мне эта история сразу не понравилась. Если эти ребята собрались помочь нам с крысами, они опоздали. Мы уже сделали работу. Не зря ты заплатил заранее. Я заплатил заранее, потому что знал, что вернул себе свои деньги. Так теперь выглядит жизнь чародеек в Новиграде. Вижу, и мне это не нравится. И вот что я предлагаю. Пускай господа охотники как пришли, так и уходят. Они этого не сделают. Ладно, поговорили. Делайте, что собирались, но помните, я вам постараюсь помешать. Хватит слушать этого сукина сына. Вот и я так думаю. Убейте их уже. Обои. Обходи с двух сторон. Не стоять. Не стоять. Не стоять. Продолжение следует... 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 Эх, и жить не хочется. Ты тут случайно? Или ищешь чего? А кто спрашивает? Рудольф Де Йонкер. Из тех самых Де Йонкеров. Мои предки заложили основы Новиграда. Я владелец самого крупного банка в городе. Я не просил рекомендаций. Имени вполне достаточно. Мой отец сговаривал, все должны знать твои заслуги, сын. Не скрывай их от мира. Я ищу Карину Тилли. Тебе повезло, потому что Карина сейчас в моем доме. Уже несколько дней она снит его историю. Почему ты сам не проверишь, что там творится? Я банкира, не солдат. Я боюсь проклятых домов. Кроме того, Карина просила ей не мешать. Ты банкира, а не историк. Зачем тебе история дома? Видишь ли, я купил его недавно. Он стоил мне целого состояния. А потом оказалось, что тут водятся призраки. Я боюсь, что он проклят. И как это проявляется? Да по-разному. Ночью слышны какие-то смешки. На чердаке будто мебель двигают. А на прошлой неделе, ты не поверишь, я обнаружил в гостиной человеческие экскременты. Я хотел бы туда войти и осмотреться. Обычно я не пускаю чужих в свой дом. Но по двум мечам я вижу, что ты ведьмак. А значит, понимаешь в таких вещах. Входи. А второй меч у тебя на случай, если первый сломается? Разумно. Положи это. Уваляю. Это кровь. Не проливай ее. Пожалуйста. Пожалуйста. Отойди отсюда. Не делай этого. Оставь. Поехали. 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 да вот и перегруз набрали положи это умоляю это кровь мы проливали пожалуйста мне жарко в такой путь давай давай что-нибудь наточить перекова покажем прощай 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 за какие грехи наказали меня прощай 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 про прощай 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 бо м прощай м м м м Субтитры сделал DimaTorzok 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 Перестань! Отойди отсюда! Не делай этого! Оставь! О! Испугался? Ну, испугался ведь? Вижу, что испугался! Такой отважный, а испугался маленькой Сары! Вот здорово! Не делай так больше, маленькая Сара, а то кто-нибудь испугается и причинит тебе вред. А зачем мне вредить? Что, уже и поиграть нельзя? А во что ты играешь? Эта тетка заснула, и я наслала ей страшные сны и не дала проснуться. Я так умею. Смешно, правда? Очень смешно. Только мне надо поговорить со сновидящей. Ты не могла бы дать ей проснуться? Маленькая Сара не хочет ее будить. Маленькая Сара хочет играть. Тебе повезло. Я-то знаю, что ты не опасный прибожек. А вот другие могут и не знать. И тогда... Откуда ты знаешь, что я прибожек? Откуда? Откуда? Ну, откуда? Ты выглядишь как прибожек. Ведешь себя как прибожек. Да и просто ты прибожек. Из-за тебя усновидящие кошмары, от которых она не может проснуться. Зачем ты ее мучаешь? Вовсе я ее не мучаю. Страшные сны, это здорово! Мне вот больше всего нравится, когда за мной во сне гоняется огромная курица с такими красными... А зачем ты поселилась в проклятом доме? Я скажу тебе секрет. Этот дом вовсе не проклят. Я только играю, чтобы все так думали. Он стоял пустой, вот я в нем и поселилась. А потом пришел этот важнюга из банка и его купил. Не люблю жить с банкирами. Вот я и решила его припугнуть. Так, маленечко. Банкир очень боится. Он заплатил за этот дом много денег. И так просто его не оставят. Поэтому тебе придется поискать новое место. Не хочу, не хочу, не хочу! Новиград это не место для прибожков. Но если хочешь здесь жить, дело твое. Давай договоримся. А как это? Оставь в покое сновидящую, а я скажу хозяину, что дом проклят. И заклятие с него снять не получится. Ты ему так скажешь? А если он не поверит? Я ведьмак. Он не поверит. Да, да, да! Сделай так! А я обещаю, что не буду мучить твою подружку! Нини, ты очень красивый, знаешь? Спасибо. А теперь иди будить Соню. Я не буду ей мешать. Она проснется. Ты кто? Меня прислала к тебе Трис Моригольд. Мамочки. У меня были такие кошмары. Мне надо было проснить историю этого дома, а вместо этого снилась мебель, которая хотела меня сожрать. Звучит по-идиотски, но во сне все было совершенно реально. И совсем не смешно. Это проделки Прибошка. Он устроил так, что люди сочли дом проклятым, а потом заразил твои сны своими глупыми шутками. Мне повезло, что ты смог меня разбудить. У ведьмаков есть свои приемы от таких творюшек. Спасибо тебе большое. Эти кошмары. Я могу тебя чем-то отблагодарить? Откровенно говоря, да. Я ищу одну девушку, которую видели в Новиграде. Попробую тебе помочь. Только сперва я должна стереть следы этих буйно помешанных снов. Ищи меня в корчме Золотой Осетр. Я там комнату снимаю. Отлично. Договорились. Я видел, что госпожа Тилле вышла, но она ничего не сказала. Дело решено или совсем наоборот? И да, и нет. Карину из лап демона я освободил, но дом все еще проклят. Карина увидела его прошлое. Да. И оно настолько зловеще, что она не хотела об этом говорить. Здесь нельзя жить. Столько денег впустую. Ну, что же делать? Мы люди небедные. Истина такова, что мы уже... Наш мир сгорит. Сгорит в вечном огне. Ты ведь красиво поют. Я но играл в притоне в угликах наших. Истинец. 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 В жизни не видел, как работают Анна и Романты. Я буду тебя направлять. Сначала нам надо настроиться. Я стану задавать вопросы, а ты отвечай. Важно, чтобы твои ответы были искренними. Чтобы они шли из глубины сердца. Расскажи, в чем заключается твой дар? Трудно это описать. Сначала я стараюсь понять связи, которые объединяют человека с тем объектом, о котором я должна видеть сон. И я задаю много вопросов, стараюсь назвать чувства, эмоции. Важна искренность, но люди все равно не хотят рассказывать о некоторых вещах. О других просто не осознают. А что ты видишь во сне? Сон вижу не я, а клиент. Мой дар заключается в том, чтобы насылать правильные сны. Иногда на настоящие события накладываются ожидания или кошмары. Приходится отделять зерна от плевел. Начнем. Сначала приведи мне какое-нибудь воспоминание, связанное с этой девушкой. Зачем это? Помогай мне, прошу тебя. Расскажи мне самое сильное воспоминание о... Цири. Девушку зовут Цири. Когда-то я выполнил заказ. Мне предложили выбрать награду, и я воспользовался правом неожиданности. Я не думал, что когда-нибудь действительно встречу обещанного мне ребенка. Спустя годы я продирался через бракелон. В лесу я нашел девочку, и сначала даже не знал, кто она. Дриады бракелона хотели оставить ее и превратить в одну из них. Вода забвения не подействовала на нее. Цири вернулась со мной. Я отослал ее к ее бабушке, но... Уже тогда я был с ней связан. Предназначением? Это нечто большее. Спасибо. Ты хочешь поделиться еще одним воспоминанием? Да. Не спеши. У нас есть время. После Второй войны с Нильфгардом Цири потеряла родителей. Я не знал, что делать с маленькой девочкой. И забрал ее в Каэр Морхен. Я решил, что ловкость и умение драться на мечах ей не повредят. Помню, однажды она стояла на разваленных стены. У нее из-под ног вылетел камень, и она оступилась. Я поймал ее в последний момент. Но лучше всего я помню миг, когда она вышла из комнаты, одетая в платье, и сказала, что плохо себя чувствует. Тогда я в первый раз понял, что Цири взрослеет, и это... неизбежно. Хорошо. Хочешь рассказать что-нибудь еще? Да, пожалуй. Тогда я слушаю. Это было уже после того, как она училась в Каэр Морхене. И после того, как Йеннифер назвала Цири дочерью. Нас разлучили. Я знал, что она в опасности. Она мне снилась. Я нашел ее в крепости Стига. Она хотела освободить Йен, но ее саму схватили. Ей хотели причинить зло. Я помню, как мы сражались с Цири плечом к плечу на ступеньках, скользких от крови. Тогда она в первый раз отбила мечом летящий арбалетный болт. Я ей сказал, пожалуйста, никогда больше так не делай. Это очень личные воспоминания. Ты хочешь продолжить? Да. Я тебя слушаю. Это было в Ривии. Как раз закончилась вторая война с Нильфгаардом. Все еще было неспокойно. В городе начались волнения. Громили нелюдей. Я пытался что-то сделать, но... не смог удержать бешеную толпу. Один паренек пронзил меня вилами. Йеннифер тоже умирал. Цири забрала нас на лодку. Мы поплыли туда, где цветут яблони, и там она оставила нас. Тогда я видел ее в последний раз. Ты сказал, что у этой девушки есть способности. Расскажи мне о них. Она дитя старшей крови. Потомок Фальки Кровавой? Жестокой мятежницы, которую сожгли на костре? Предания говорят, что из проклятой крови Смутьянки родится разрушитель миров. Это легенда. Знаешь, когда легенда перестает быть легендой? Когда в нее начинают верить? Ты прав, что не рассказываешь об этой девушке на право и налево. Понятно. Хочешь рассказывать дальше? Да, есть еще кое-что. Как-то я спросил Йеннифер, почему Цири называют госпожи пространства и времени. Она путешествует между мирами. Я не могу это объяснить. Я не очень много понял из объяснения Йеннифер. Знаю только, что речь идет о чем-то большем, чем умение перемещаться в пространство. И что кровь Цири обладает необычайной силой. Понятно. Хочешь рассказывать дальше? Да, есть еще кое-что. Я помню, что Цири плохо контролировала свои способности. Когда Йеннифер учила ее накладывать простое заклинание, Цири чуть не сломала себе пальцы и снесла навес в храме. Она ужасно расстроилась, хотя это был всего лишь старый навес. Я знаю, что она долго училась управлять способностями, но, видимо, до сих пор не может овладеть ими до конца. Понятно. Хочешь рассказывать дальше? Нет. Может, начнем? Конечно. Я знала, что она для тебя важна. Но тон твоего голоса... Скрытые эмоции. Пожалуйста, давай продолжим. Ложись поудобнее и постарайся расслабиться. Возьми меня за руку и рассказывай о Цири. Говори, где, по-твоему, она может быть? Кто ее друзья? Не найдя меня, Цири попросила бы помощи у друзей. У кого? Йеннифер не была в Новиграде. Была Трис, но Цири ее так и не встретила. Может, у Лютика? Они очень хорошо друг к другу относились. КОНЕЦ КОНЕЦ Сначала мне снилась ласточка, а потом начались кошмары. Порой сны могут расслаиваться, показывать не только прошлое, но и будущее. Ласточка — это Цири. Она свяжалась с Лютиком. Я не знал, что он в городе. Это поэт? Я слышала о нем. Он получил в наследство шалфей и розмарин. Шалфей и розмарин? Где это? Как войдешь в город со стороны квартала Красных Фонарей, будет мост. А шалфей сразу за ним. Лютик унаследовал бордель? Я так слышала. Спасибо за помощь. Удачи, ведьмак. Надеюсь, что ты найдешь свою Цири. Ну-ка, песню направляю, веселый ветер. Ну-ка, песню направляют. Но тут сопротивление побольше к уронам. Можно будет потом найти улучшение школы Грифона как раз для 18 уровня. Так, ну а задание? Вот шалфей розмарин как раз и нужен, чтобы там в сундук все складывать удобно было. Музыка.